Добрый вечер! Добрый вечер! Смотрите, сколько у нас уже позади этого. Теперь посмотрим на народные еще предметы для чаш. Прекрасное настроение, правда? Как это все? Надо восстанавливать, конечно. Это наша чудесная культура, одухотворенная. Надо восстанавливать. Ну что, чары. Мы знаем с вами, что заговор – это сильные слова, особенно если они произносятся людьми, уверенными в себе, уверенными в заговоре, уверенным, имеющим силу, уверенным в том, что эти слова действительно имеют силу. Но мы еще знаем, что заговору дает сила чары. Чары – это действия, которые сопровождаются заговором. Я подготовила вам чудесную подборку. Надеюсь, она вам понравится. Именно перечень предметов, которые используются в чарах при заговорах. Я вам сразу скажу, что эта подборка сделана по рукописному сборнику, который датируется между 1718 и 1647 год. Вот, 17-й век, начало 17-го века. Все полностью заговоры я не стала, потому что у нас предметы. О заговорах мы много говорили. Но вот именно о предметах и о том, как это действует в заговорах, вот сейчас мы с вами посмотрим. Первый прием – это ввести заговорное слово в тело человека, то есть съесть, да, то есть заговорить продукты. Это очень распространенные у нас чары, то есть, можно сказать, продукты – это предметы для усиления заговора. Говорить на пищу или питье, впоследствии съесть их или выть самому, либо дать человеку, которого направлен заговор. Вот, например, так. Говори на яйце и на масло дрельное, и на масло коровье. Вот. Что за масло дрельное? Я даже догадываюсь. Вот. Ну, там еще будет семяное масло, это масло из семян льна. Значит, говори на яйце и на масло дрельное, и на масло коровье. С ее слова говори в соль или в перец, и в семяное масло, и в слину, и в квас. Я, к сожалению, не знаю, что такое слина. Вот. Что-то мне не попадалось в жизни. Говори на теплый хлеб. Слина? Ну, тут имеется в виду все-таки что-то съедобное. Ну, интересно. Интересно. Спасибо. Говори на сало. Говори на семяное масло. Трижды. То масло дай пите, и машь младенца, где грызет. Это средство от грыжи. А Лариса бабушка говорила и имела в виду именно слюну, да? Вот видите, видите, как нам полезно общаться. Теперь я знаю, и все знают. Вода, конечно, является целебным таким предметом, будем называть ее сегодня. И над водой тоже говори трижды сии слова, и та вода пите. Говори на квас, и на перец, и на чеснок. И что вот интересно, есть такая запись. На что хошь? На что хошь? Говори на соль, и воду растворив соль в воде. Угу. Вот. Вот Ирина пишет, что сливные называли сливки и сметану. Из контекста, может быть, даже это и правильнее, потому что здесь перечень продуктов. Но надо поискать. Раз мы не знаем точно, надо поискать. Вот. То есть, по сути дела, посмотрите, как у нас все тут устроено. Вот это выдают наши чары, да, народные. На что хошь. То есть, главное, чтобы это был натуральный продукт, который потом уже пошел, пошел в пищу. Ну, скажем так, вот еще. Пироги. Тоже, вот мы с вами обсуждали, что требу, например, там, пирогами, кашей, блинами, и пироги также являются неким чародейным предметом, который усиливает, который усилит заковор. Да приехав домой, да клади на двери четыре пирога, да пирог съешь, да родителей поминай. Вот это как заговор обращения к предкам, славление предков, то, что должно принести успех для чего в поговоре. Хлеб, конечно же, хлеб, масло, соль являются очень распространенными предметами для чародиста. Вот что писали в 17 веке. Взять корки, да той ускресть корки солью, да насольно говорить трижды, да вязать в узе. Видимо, длинные все эти корки. Да те же слова младенцу от грыжи, а наговаривать на семяное масло, да кормить, а насольно наговаривать и положить соль в молоко. То есть соль жестворяли в молоке, в воде, и вот тут поили, льня, натирали от призора на младенца. На младенца в очи и от усовной болезни на яйцо говорит трижды, на желток и тем человека мазать. А вот заговор. Есть гумно-железная, на том гумне железом стоит бык железный, и роги, и ребра железные, копыта железные, будет усовая призора, и лихие глаза, набойные ветры на холодную северную. Пусть он ищенит, и болит, и кричит, и лопит от всего младения. «Уходи от всего младения», говорит трижды. Умыться. Конечно, умыться. Вот это у меня здесь дёготь, ну, из него диктёрное мыло варили, очень невкусно пахнущее, но, тем не менее, оно обладает определенными обеззараживающими способами, средствами, свойствами. И в то же время участвовала в заговоре, в чарах. «Говори на воду и на росу и на мыло по три полетена». То есть, вот какой-то заговор на красу и на снятие там порчи. «Говори на воду и кое-день кому пойти, говори, к суду пошедшь, тоже говори». Значит, «Говори на воду и в какой-день кому пойти, тоже говори на воду, умывайся». И ещё вот эта группа заговоров на «Справедливый суд». «К суду пошёл, пойдёшь, тоже говори». То есть, воду заговаривай, умывайся, иди на «Справедливый суд», надейся. Вот. Здесь как раз указание на то, что надо несколько раз на вечерней зоре и на утренней зоре. «Слова, говори, при закатном солнечном договори, пите воды твой да обкатиться, договори, тому же до солнечного восхода говори на воду, а воду и мать с берега». То есть, говори, умывайся, пей, а потом выливай с берега, чтобы уносилось. «Говори, на семейное масло в ночи или вечерую поутру, на ветху вечери, на новцу поутру говори». Здесь я выписала вам, чтобы обратить внимание, такая тонкость, которую, может быть, даже ни разу вам и не говорила, потому что заговор, который, который говорится на ветху, то есть, на убывающую луну, говорить вечером, а на новце, то есть, на новую луну, говорить поутру. Ну, здесь, видимо, еще и заговор имеет другой смысл, другую цель. На ветху вечерей это смыть, смыть себя, а на новцу поутру, наоборот, приобрести красавиточек. Вот. И, говорит, трижды на семейное масло и не ехать. Так что, мои дорогие, если вы хотите чародействовать по-народному, значит, у вас уже все есть. У вас есть масло, у вас бывают теплые хлеб, пироги, соль, то есть, самое главное, только, чтобы это не мешалось с обычными кухонными, скажем так, веществами, то есть, вам надо просто иметь небольшой запас, если вы вдруг начнете это чародействовать, да, и отсыпать, отливать от какой-то, от новой там пачки или бутылки. Вот, открываете пачку, знаете, соль, знаете, что у вас соль нет, чародейный, с новой пачки отсыпьте. Вот так вот экономно будем с вами свой волшебный сундучек наполнять. Еще, еще что может быть. Ну, я вам говорила о том, что стрелы, стрелы, они используются как чары, то есть, стрелы посылают, кидают, стрелы ломают, потому что стрелы, в то же время, это один из видов сильных видов порчи, насылаемых колдуном на человека. И поэтому стрелы надо стрелами отстреливать, что называется. Топор. Топор на природе делают обережный круг или топором делают символические движения, отсекая или прогоняя от человека болезнь. Помним, что болезнь в народе персонифицируется, то есть, это не просто человек болен, а это значит, к нему пристала, в нем сидит болезнь. Эту болезнь надо либо уговорить кем-то человека, либо испугать, прогнать, либо поменяться с ней на что-то. Вот. И, конечно, вот рогатина, которая в звере побывала, это из старинного заговора, или рогатина, которая в звере побывала, это как раз от лихорадок, то есть, прогонять, ну, такую устрашающую, устрашающую оружие. Ножи. Ну, ножи мы с вами обсудим еще чуть подальше. Замок, конечно, свеча, без свечи у нас чародейства народные не бывает. Огнево, тоже не как даже вспомогательный предмет, как предмет, который используется в чародейных действиях, то есть, там, огневом, значит, искры там идут от него, то есть, это само по себе является чарами, закрепляющей заговор. Глав, плато, красная нитка, но об этом мы потом чуть-чуть попозже поговорим. Видите, как много? Конечно, ступа. Ступа это вообще очень символический предмет. Вы, наверное, догадываетесь, да? О чем вообще ступа? Что она символизирует? Догадываетесь? Напишите мне плюсики, если вы догадываетесь, что в народе символизирует пестина ступа. у нас в музее бабушка такая недавно нас водила, и она с такой хитрецой молодой показывала ступы в музейные и прямым текстом нам рассказывала о чем это, что за чуродейный предмет такой. Вот. Да, 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 и вот как бы эти, например, любовной магии используются ступа и движения эти, скажем так, узнаваемые. Но в то же время есть еще, мы делали на одном из занятий повышенного курса, просто напоминаю вам или говорю о том, что если ступа стоит с солью на алтаре или рядом, если вы без алтаря делаете, то все равно она стоит рядом с вами и на закрепе, на движении там, да, будет так вот перед этим, да, на закрепке вы резким движением ступу опрокидываете, соль там посыпалась, там, что-то там все полетело, загрохотало, вот, и вот например, вот такие слова, которые сопровождают это миртуальное действие, пошед из-б, так записано, из-б, из-б, вон, говори до ступу левой рукой на эспашку толкнуть, как вся ступа пала, так бы мои недруги повалились передо мной и попадали, то есть вот как это упало, так бы вот все и попадали, вот, ну, про обереги долго, конечно, не буду говорить, но это предметы, которые, конечно, у нас используются повсеместно, у нас вообще чары северные предметные, поэтому вот носители, поискала вам старинные предметы, старинные обереги, вот, носители, чаровейных слов, сами по себе обереги, неотъемлемые предметы от северного чаровейства, ну, и, конечно, веник, метла, то есть, Ольга Баянова советует нам перед каждым обрядом такое, ну, иметь ритуальное метло и перед каждым обрядом внести от дальнего угла двери, двери андос-поди, андос-поди, вот, или даже хотя бы представлять, что вы не тете, и это, и это хорошо. Предметы, которые вы можете сложить в свой чародейный сундучок, это Ольха, рябина, то есть, палочки, очень часто используется, даже в целительной практике, вот, и, ну, например, тут сочетание камень и Ольха, 9 жеребейников Ольховых имеется в виду прутиков, ты возьми 9 камений да 9 жеребейков Ольховых да положи наперед и молви, то есть, вот, как бы, вот, это действие, вот, этот камень, который хорошо впитывает в себя чары и вот этот кусочек дерева Ольхи со своим свойством тоже, вот, тоже оно, как бы, вот, даже просто положить, вот, разложить, это действие укрепляет определенные заговоры. Рябина, те же слова от трясовиц говори, трясовиц это Марине и дочке все эти злодейки болезни, зимние болезни, да, те же слова от трясовиц говори, как станет говорить, и ты почерпни воду, сколько человек может выпить, или в рябину наговаривай, на корень у кореня, да наговорив, выметь, люби надо положить на постели, подлить человека, того, говорить, переведем старые словесы, значит, говорите, и говорите на воду, и чаша должна быть большая, чекнуть из нее столько, сколько человек может выпить, и дать им выпить от трясовиц, или второй уговор, на рябину наговаривай, имеется ввиду рыбое дерево, на корень у корня, прямо на корень наговаривать, а вот потом кусочек попросить, позаимствовать и положить в постель подле человека. Вот это чары, заговор, вот такая северная чаря действия. Ну, и рябина, прямо обращение к рябине может быть, а ты, рябина, выпряни вон, вынеси, надо б, чтоб меня не мял никаков портеж, ни насылка, ни переполох, а годно было бы то, надо б сама, ну, и люди. Ну, вот такая песня, да, народная. Есть экзотические, я прямо для того, чтобы получить удовольствие. То есть, я, например, для себя это как-то еще не приняла. Вот у вас хотелось спросить, используете ли вы змеиный язык, лосиную кожу? Средство выведать тайну. А еще хочешь выведать тайну человеческую, что говорят, или что мыслит тайно, выми змеи язык из великой жабы, с лосиной кожей сложи под голову ему сонному и поведает о себе от рождения все, что сотворил, да что вперед мыслит и что будет тебе надо. И но зажмут глаза успячего, и но скажет. А еще такое побезобеднее с щепами нашей полиции, да, ведь как все можно выведать, да, вот не знают они, не ходят на наши встречи. Вот, ну, а вот из девяти пней смолья взять по три щепы, чтобы пень пня не видел, то есть далеко друг от друга. Да будет человек близ, а ты его на двор поди, а будет далече, ты на свой поди, да, в полночь среди двора зажги, а дыру расклади над верхом прямо огня, сделай три девять стрел, а стружек прочь нет. Три зажги стрел, зажги зажги первую стрелу на север, и отсылай по именам на всякую болезнь, лето, третью на сток, на восток, четвертую на запад, а иные на посолы, другие стрелы, которые остались на посолы, и говори, выйди из всего человека всякая болезнь приточная, а стреляй с огнем на двор, чтобы на... Это они опасны, а последняя стрела говорит, веки поведения до веки, да будет так. Так что, мои дорогие, давайте посмотрим на ваш сундучок чиродейный, как я собираю вас с окончанием нашего курса. Значит, вот давайте вы уже смотрите, что у вас есть, чего у вас нет. Это такой джентльменский набор. резы два набора. Один для подсказания 40 рез, другой для чиродейства 21 реза. Платы белый, черный, красный. Наши солнечные лунные, они заменяют эти три платы. но вообще мне нравится эта идея белый, черный, красный. Посуда для верчи. Нужен всего один набор, потому что для всех обрядов может быть действительно один набор. пять или четыре чашки. Пять это когда тоже свеча, а четыре это только верча и подсвечник. Пятый. Вот смотрите, свечи надо в хозяйстве иметь белые, красные, черные. В основном 20 минут горения. Часть примерно 30% на один час и минобства, свечи, которые горят по три часа. Да, да, да. Вот проверяйте, что у вас есть. Как портфель школьнику собираем. Вот. Воскуривание курильницы, то есть там сухие травы, например, или уголь живицы. Вот это все хорошо. Трава прогоняющие это чертополох, полынь, ножевельник, трава привлекающая, чебрец, мята, ромашка, да, ну вы знаете, травы, травы еще такие, соль белая, черная, воск белый и черный, чуры солнечных богов, чуры стихийных богов, или можно резами заменить из набора чародейства. Инструмент, черные и в которых у вас знания какие-то записаны, ручка одна, стила с палочкой и два представляются для того, чтобы рисовать черты и на свечах, и можно сказать, и там на руках при лечении, да, и очинки. Вот, вот содержание вашего, нашего сундочка. Масло, масло, правильно говорите, что ж это я так правильно кот, волшебная кошка, у меня их две, ага, ага, вот, волшебный кот, да, ну вот, так что снарядились вы, снарядились, все, теперь у меня каникулы, а у вас практика. вот встретимся в слайде. Одежда, да, здесь одежды нет, одежды, и берегов здесь нет еще, точно, допишу, допишу в слайде. Так что творите обряды, пегас, пегас уже вырос, поэтому надо пегас коты предведевские заражить. Так, ну, значит, нет кота, зато собак много, но кошки, да, кошки волшебные существа. вот, мои дорогие, прощаюсь с вами, похожу на каникулы, предлагаю вам заняться в кейп, свой чемоданчик вы проверили, кроме котов, которые у некоторых отсутствуют, я думаю, что большинство все есть. я вам на прощание, оно прекрасное, вернемся, вернемся после 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 ковиды, после после ласки, хорошо, да, действительно, хорошо, время проводили, это было прекрасно, я благодарю вас за участие, до новых встреч, мои дорогие. до новых встреч, до новых до новых Продолжение следует...